Центральный банк Аргентины провёл интервенцию на валютном рынке, продав 1 миллиард 100 миллионов долларов. Он также резко повысил процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, уровень которой считается одним из самых высоких в мире. Однако, несмотря на усилия властей и переговоры с Международным валютным фондом, котировки национальной валюты продолжают снижаться. Так, в пятницу курс упал до нового исторического минимума в 23,25 пьеса за доллар. В целом, за прошлую неделю курс валюты снизился на 6,3%, а за первые 11 дней мая – более чем на 12%. Министр промышленности Аргентины попытался уверить граждан и инвесторов, что снижение коротковременное. «Аргентина – чрезвычайно платёжеспособная страна с очень низким долгом. Главное – это проблема с ликвидностью. Мы знали, что после повышения процентных ставок в США развивающиеся рынки откажутся от местных валют в пользу доллара. Так и произошло. Вот в чём проблема с ликвидностью». Власти Аргентины уже провели переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Они говорят, что финансовую помощь стране также могут оказать Всемирный банк, Межамериканский банк развития и Банк Аннская корпорация развития. Однако не все хотят брать кредит. Так, многие аргентинцы обвиняют МВФ в том, что его политика привела к экономическому спаду в стране в 2001-2002 годах. Они также говорят, что сделка с фондом приведёт к болезненному затягиванию поясов. На прошлой неделе в Буэнос-Айресе проходили массовые протесты против МВФ. Как ожидается, они будут продолжаться.